Жители Рижа разочаровались в депутатах местной гордумы. Люди считают, что народные избранники бездействуют. Почему горожане пришли к такому выводу, выясняла Ксения Момот. В кирпичной кладке Маргарита Устинова уже видит белоснежные стены церкви, а наверху представляют позолоченные купала. В Риже возводят храм во имя Николая Чудотворца. Женщина рассказывает, на церковь пришлось буквально просить милостыню. Деньги собирали всем городом. В газете «Рижевская весть» даже появилась отдельная рубрика «Дорога к храму». Но веры Маргариту Устинову едва не лишили местные депутаты, когда женщина пришла просить о финансовой помощи. Никаких благ со стороны депутатов, я бы сказала, нет. Просто я чувствую, что этим людям не надо. Поэтому не надо надоедать. Люди, которые пенсионерки, вы знаете, но последнюю десяточку они все-таки несут. Они знают, что это от души, что это надо, надо, надо и надо. Несмотря на отсутствие помощи от народных избранников, строительство храма идет достаточно быстро. Активисты даже провели благотворительный концерт. Все деньги с продажи билетов пошли на возведение церкви. Удалось собрать около двух миллионов рублей, но строительство могут заморозить из-за нестабильного финансирования. По нашим расчетам нам нужно порядка шести миллионов. Это имеется в виду, нам нужно будет установить купол, изготовить, установить купол и потом наружная и внутренняя отделка. А вот еще один пример коллективного строительства в Реже. Неудачный. Люди своими силами собрали четыре миллиона рублей на проектирование и строительство газопровода. В микрорайоне Кочнево до сих пор топят печи. Но на проведение газа к домам денег уже не хватило. Жалуются, пытались обратиться за помощью в Гордуму и получили отказ. Газа в настоящее время там нет, он только строится. А между тем вот здесь, буквально на 30 метров ниже, газ есть. Со своими бедами пенсионеры Режа обратились к председателю Совета ветеранов Юрию Судакову. По его мнению, корень проблем в отношении народных избранников к горожанам. Разогнать немедленно и дать людям, чтобы они выбрали достойно. Я удивляюсь, я здесь несколько лет уже не был. Здесь не был город в таком состоянии. С момента избрания с 2012 года депутаты так и не приняли городской устав и до сих пор не выбрали главу администрации. Прошло шесть конкурсов, по результатам которым депутаты не приняли ни одного решения по назначению главы администрации. Глава администрации находится в состоянии исполнения обязанностей полтора года. Ситуация нездоровая. Местных депутатов избирали на пять лет, но сейчас горожане считают, что народные избранники бездействуют и за два с половиной года не оправдали надежд избирателей. Ксения Момот и Сергей Чайков, События ОТВ.